привет дорогие подписчики также привет всем кто присоединился к просмотру данного видео сегодня тема о которой говоря говорит сейчас весь мир это коронавирус ну понятное дело каждый знает что нужно там одевать маски мыть руки использовать вот разные антисептики это все понятно и хорошо то есть я не буду на этом долго зацикливаться думаю все сами все знают но к сожалению вчера мы проехали по городу по разным аптекам сегодня тоже прошлась по некоторым аптекам и к сожалению на сегодняшний день ни в одной аптеке у нас нету медицинских масок это город крапивницкий когда они будут ну неизвестно надеемся что все таки будут но в панику впадать не стоит защищаться мы как-то должны и поэтому сегодня мастер-класс как пошить быстро просто в домашних условиях медицинскую маску покажу два варианта итак для пошива медицинской маски можно использовать бинт с ватой можно использовать хлопчатобумажную ткань то есть вот у меня ситец дальше понадобятся соответственно ножницы можно резинку использовать можно разные вот тонкие ленточки вот все что есть под рукой все что есть доме такого плана мы используем дальше соответственно можно шить на швейной машине я буду это и делать на швейной машине а если нету ничего страшного берем иголку нитки и шьем руками то есть проблем нету и так ну давайте для начала сейчас мы пошли машин маски из ткани лишнее все уберу так и нам понадобится отрезок ткани я уже отмерила отрезок 50 сантиметров на 30 вот 50 на 30 я отмерила отрезок отрезала дальше складываем пополам вот лицом к лицу и теперь прошиваем итак пришили вот эту сторону прострочили ну то есть можно то же самое делать руками тут особо заморачиваться не стоит и теперь этот рукав выворачиваем то есть на лицо вот так шов ставим по срединке дальше складываем пополам ну вот здесь то на той стороне где нету шва как бы лицо да складываем вот так пополам вот у нас сверху получается шов и здесь снова прострачиваем либо пришиваем руками решили можно край красиво обрезать принципе не принципиально а это будет внутрь мне нравится чтобы красиво было там тоже вот теперь снова вот выворачиваем на лицо вот у нас красиво здесь все с каждой стороны делаем строчку либо это делаем вручную и смотрите вот где у нас шов с одной стороны я немножко как бы убрала чтобы он потом был с изнанки вот так чуть-чуть так то же самое с другой стороны и так сделали строчки и теперь берем резинку по 20 сантиметров я беру резиночку достаточно и пропускаем резинку вот здесь между строчек и краем то есть вот в это пространство я делаю это при помощи крючка удобно или же можно взять в булавку и при помощи булавке затянуть резинку зацепляем крючком и протягиваю так как расстояние небольшое крючок достаточно нормально проходит сделали и то же самое делаем с другой стороны теперь немножко вот собираем как бы ткань вот так и с этой стороны то же самое вот так у нас получается уже такая маска осталось померить чтобы удобно было за ушки да вот пришить резиночку если вы берете тоненькую резинку ну вот как это к примеру давно просто сюда черное не подходит то эту просто можно завязать на узелочек можно взять иголку с ниткой можно на машинке в принципе и прошиваем так и с другой стороны тоже и этот шов я заправляю внутрь то есть подтягиваться так чтобы он зашел вот туда и у нас тут все красиво остается либо это будет узелок я его тоже заправляю внутрь вот маска готова как видите очень быстро все делается все просто и плюс можете выбирать какого цвета сделать чтобы она была все таки веселенькая не просто даже белая и вот видим результат вот так это выглядит все удобно защищено вот так в результате на маску мы потратили ну пускают силы если шить вручную иголкой с ниткой да они на машинке строчить то полчаса за полчаса я думаю запросто можно сделать вот такую симпатичную маску плюс можно подобрать и цвет который вам нравится и материалы которые есть то есть резиночки там веревочки разные можно использовать ну что есть под рукой эту маску чем выгодно маска из ткани она идет получается в четыре слоя то есть защита эту маску можно стирать то есть это многоразовая маска ну соответственно постирали и хорошо утюжком пройти то есть от утюжить ну вот так то есть ничего страшного пожалуйста делайте ну и давайте второй вариант маски как сделать маску и используя бинт используя вату итак берем бинт отмеряем 25 сантиметров ширина бинта 14 сантиметров ну если у вас есть отрезок марли то вот как из ткани шили лучше брать сантиметров 15 но в аптеках нету марли совсем в одной аптеке вот я нашла бинт 14 сантиметров ну ничего страшного достаточно итак складываю то есть отмеряю 25 сантиметров и складываю вот в четыре слоя аккуратно ровненько так как у нас и так ширина небольшая достаточно 14 тоже достаточно вот так все отрезаем дальше берем можно из бинта тоже делать ну зачем что-то выдумывать если сейчас и куча всяких веревочек вот у меня ленты есть дома поэтому буду использовать ленту берем ленту по 30 сантиметров четыре полоски вот отмеряю 30 края ленты обжигаем если у вас тоже лента если бинт то этого делать не надо если нету ленты и вы хотите сделать из бинта дату вот у нас 14 сантиметров отмеряем точно также 20 сантиметров ленту ой верней отрезок ну вот давайте одну полосочку покажу так и складываем пополам и вдоль тоже отрезаем то есть у нас получится полоска 7 сантиметров достаточно и 5 если это марля отрезали я так быстро не аккуратно так вот у нас две полоски получаются и в итоге мы складываем вот так к серединке обе части вот вот так видно и еще раз пополам и вот у нас получается лента такая из бинта и дальше можно либо на машинке пристрочить либо вручную иголка с ниткой и прошить вот у нас тоже получится вот такие полосочки можно их использовать можно из ленты ну то есть любую тесемочку берете все что есть в доме под рукой дальше тут я так тут есть есть и здесь вот с одной стороны я только разрешу еще скажу почему с одной вот у меня два куска получаются одинаковых если из марли вы вырезаете можно вот четыре куска вот таких вот сделать и так краям вот одна лента складываем внутрь можно здесь закрепить булавкой ну чтобы она никуда не поехала да тут все нормально есть вторую тоже ставим на край поправляем морлю и тут тоже булавочкой этой же снова прикалываем чтобы они остались на серединке из этих краев тоже делаем то же самое абсолютно булавочки остаются тут такой бантик получился конвертик красивый поправляем и сверху накладываем вторую часть марли смотрите вот так и смотрим чтобы вот эти ленточки не уехали здесь можно закрепить тоже теперь уже с этой стороны булавочкой и теперь прошиваем одну сторону вторую сторону третью сторону ну вот здесь мы тоже немножко захватываем вот оставляем например сантиметра внутри вот отсюда мы начинаем шить и пошли по кругу здесь оставляем немножко места для того чтобы потом все вывернуть и так шьем и так решили вот у нас остается небольшое небольшое отверстие да и сюда мы выворачиваем то есть то что внутри у нас будет теперь на лицо вот наши ленты можно убрать теперь булавки так итак после того как мы маску вывернули нужно заполнить ее ватой берем вату так и разравниваем вату по всему то есть хотите можно по кусочку отщипывать и закладывать хотите вот таким вот чтоб ровненьким слоем она была аккуратная то есть как вам удобно так вы это и делаете то есть заполняете ватой просматриваете чтобы ну именно там где вы особенно дышите вот в этом месте да по серединке чтобы здесь было все заложено вата если что добавьте сюда немножко можно чуть добавить вот тут вот такая маска у нас получилось здесь можно зашить все маска готова на такую маску тоже уходит ну от силы полчаса ну вот так маска на мне веревочки завязываются 1 идет вот выше ушей и внизу вот на шее 2 веревка ну так все плотненько все хорошо и дышится легко тоже в этой маске то есть защита есть дыхание не затруднено ну вот за полчаса я пошила обе такие маски так как я делала это все при помощи швейной машины если вручную пришивать это будет немножко дольше то есть на каждую идет пускай там полчаса тем не менее это быстро это удобно красиво вот может быть это мне больше нравится ее можно постирать и и посимпатичнее смотрится ну это конечно маска одноразовая долго ее носить нельзя там часа два и все ее стирать нельзя просто выбросите все то есть можно нашить таких масок ну то есть выбирайте вы что вам больше нравится выгоднее конечно выбрать ткань и обязательно это должна быть хлопчатобумажная ткань перерыва много вот винты в интернете информации что не рекомендуется использовать какие-то синтетические ткани так как они не задерживают бактерии получается ну в общем как то так то есть берите хлопчатобумажные возможно износилась какая-то наволочка например на подушку да и красивая расцветка все этот то есть выбрали место которое можно вырезать пожалуйста ну то есть я думаю можно разобраться в крайнем случае можно взять несколько носовых платочков и сшить из носовых платочков и бешеных тоже вот такую маску которую можно которых можно сделать несколько заменить в нужное время и потом постирать ну то есть самое главное не болейте защищайте себя и не впадайте в панику всем здоровья пока пока победим коронавирус